привет друзья это прямой эфир так запускаем прямой эфир запускается прямой эфир сейчас проверим качество звука как всегда чтобы наш звук не отвалился запускаем подключайтесь да всем привет сегодня снова будем сами делать роботов изучать бак трейдер такая классная тема так проверяем звук запускаем подключайтесь да всем привет сегодня снова будем с вами делать роботов так звук да хорошо спасибо бахрамжон хужамов окей надеюсь правильно читал вроде звук работает так что можно приступать к самому интересному все-таки это круто да здорово всем вот он код который мы уже написали в течение нескольких этих видосов так для работы этого кода конечно нужно quick да для того чтобы получать данные котировок сейчас я это запущу а то quick то я не успел запустить у меня несколько брокеров я использую их и нам и открытия и бкс вот везде есть нюансы да ну пока что стабильнее всех пока что показывает открытие так давайте я запущу quick секунду буквально перейду в папку так где здесь торговля вот она торговля и quick quick запускается не понял а да у меня спросил пароль на двум экране круто и пин-код надо ввести двухфакторная модификация все дела не без этого так отлично прошла успешно где же наш крик то прячется а вот мы спрятался на другом экране вот он этот quick так отлично подключились тут я немножко денежку положил для того чтобы можно было тестировать в реальном времени до говорится на рынке стратегиям заявки могут создаваться убираться и так далее то есть это тоже будет рассматривать смотреть тогда те посмотри ваши комментарии как прошел день ну он так начался надеюсь придет хорошо из таджикистана да привет круто так ну хорошо давайте приступим quick можно свернуть он нам нужен только для коннекта пока что а потом мы уже сможем это использовать его для выставления заявок ну и конечно написание стратегий окей немножко водички так на что мы на чем мы остановились мы остановились на том что мы уже создали создали скажем подключение к терминалу и отправляли заявки уже в рынок вот есть некоторые нюансы по отправке заявок в прошлом видео вы увидели что в данном случае у меня есть номер терминала и есть еще код клиента который выдает брокер и номер терминала и код клиента так сейчас секундочку так сейчас я проверю я убрал отсюда да убрал смотрите есть код клиента а есть код терминала то есть номер терминала более правильно так сказать это выдает брокер финами например они разные есть код клиента а есть код терминала а в открытии они одинаковые то есть код клиента соответствует номеру терминала как определить ваш скажем так код клиента для этого можно запустить этот файл аккаунт спай который есть примерах и он выдаст у вас по текущему подключенному терминалу да никаких параметров здесь указ вообще не надо все это он выйдет на экран вы увидите ваш код клиента дать запустим его так 02 аккаунт ран так ну фьючерс у меня не подключена поэтому здесь ошибка выходит это можно убрать вот смотрите здесь показаны рынки вот например и код клиента фирма которую тоже мы с вами указан при формировании подключения для того чтобы торги делать на правильном рынке и счет счет где лежат ваши деньги для того чтобы торговать на этом рынке вот здесь находятся тикеры акций вот они они смотрите акции так 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 т т т т т т т где вот они секунду да вот они они все акции 677 акции ну и других тикеров тоже очень много да смотря чем вы занимаетесь вот поэтому для того чтобы работать с фондовым рынком я должен указать этот код клиента эту фирму этот счет это у финама у открытия здесь через минус другая фирма она здесь у меня указано вот такая фирма такой трейд аккаунт вот он счет видите через минус и код клиента у меня там четырех значимое число давно являюсь им их как бы клиентом уже много-много лет вот но при выставлении заявки как вы видели в прошлом видео происходит следующее дело то что например финами вот здесь вот так давайте откроем финам в левом верхнем углу вот здесь вот кому видно светится номер терминала этот номер терминала не соответствует коду клиента таким образом для того чтобы выставить здесь заявку нормально нужно либо делать костыли либо сделать изменения в коде проекта сейчас я вам покажу где я сделал изменения кому интересно сможете форкнуть мой форк уже до проекта и как говорится вы получите возможность указывать номер терминала для выставления заявок тем самым деньги которые будут видны при указании кода клиента будут скажем так доступны и при выставлении заявки это очень удобно то есть вот это номер терминала в верхнем левом углу здесь у меня масштаб конечно не приблизить я не настроил эту вещь но надеюсь слупы там вы разберете да вот этот номер терминала хорошо я сделал небольшое изменение в коде ну и конечно автору кода Игорю написал это в чате мне пришлось поменять немножко скажем backtrader quick для того чтобы правильно выставлялась заявка когда у вас отличается номер терминала от кода клиента давайте сразу покажу какие изменения сделал чтобы это все работало так сейчас я посмотрю ваши комментарии я ваш фанат спасибо кстати не забывайте подписываться в telegram вот потому что youtube неизвестно еще как долго будет существовать в россии по крайней мере это не первое видео из этой серии уже их несколько вот с каким библиотеками работаем вот смотрите backtrader quick backtrader потом quick pay и еще сегодня будет и слаб если успеем до него дойти для того чтобы можно было контактировать квику и создавать это как говорится своей торговой стратегии окей так хорошо давайте вернемся вот сюда вот сейчас я покажу интересный момент так вот quick pay да ее создал Игорь чечет и backtrader quick вот смотрите в qk брокер я добавил параметр клиент код терминал то есть мы можем посмотреть это изменение вот оно довольно простое то есть в класс добавил специальную настройку которая позволит вам получать и деньги и указывать код терминал если он у вас отличен от скажем так от кода клиента то есть номер терминала отличен от кода клиента в тех случаем когда после клиент и соответствующего номеру терминала и вот сюда в buy и в sell конечно я уже добавил сюда клиент кода терминала потому что иначе заявка не выставляется это можно проверить во время торгов например в понедельник можно пустить и вместе поставить заявку через открытие да когда код клиента соответствует код номеру терминала и через финал когда код клиента не равняется номеру терминала так хорошо то есть это изменение такое классное вот сюда зашел нажал волшебную кнопочку добавить ищу да и посмотрим может быть как бы сойдется потому что было бы очень удобно когда скажем тянешь оригинальную библиотеку и там уже есть все это да они нужны форки тянуть всевозможные так далее то есть все это как бы сразу получит рабочий момент и не нужно это будет искать так хорошо давайте вернемся назад и вернемся вот сюда документацию так пробежимся немножко по коду чтобы вспомнить о чем остановились потому что я уже много чем поменял так много что поменял имеется виду я вперед уже зашел да то есть некоторые моменты посмотрел так мы взялись пример из библиотеки библиотечки вот лимит cancel на устали выставление заявки из broker examples то есть нас с вами импортируйте обходим библиотечки задается класс для того чтобы этот класс отрабатывал нашу торговую стратегию в этом классе есть параметры лимит процент то есть мы будем выставлять заявку на покупку ниже на столько процентов рыночной цены цены закрытия плагируем то что происходит нас с вами стратегия инициализируем создавая скажем две переменные для нашего класса необходимые и вот класс next он вызывает когда происходит получение следующего бара вот когда происходит получение следующего бара мы с вами отработал отрабатываем нашу стратегию да если у нас не режим реальной торговли то мы выходим дальше ничего не продолжаем вот то есть ждем реальную торговлю мы с вами поменяем немножко или даже вот вот здесь будем это использовать и если не в позиции да кстати вот это получается с вами еще не разбирал но разберу так нам проверить и если мы с вами не в позиции то снимаем заявку то есть каждую минуту например здесь мы с вами минутки затягиваем будем перри выставлять эту заявку здесь рассчитываем цену заявку заявки здесь я ее задал руками почему потому что наша цена должна быть кратно шагу цены эту функцию я уже написал и отдельно по ней сниму видео кому интересно можете посмотреть следующий видос он будет про как раз эту функцию который будет учитывать шаг цены и соответствующим образом ваша вот это расчетным математическим образом цена будет кратно шагу цены вот для того чтобы она в рынок ушла без всяких лишних там мега округлений оставляем лимитную заявку на покупку и если есть позиции то мы ее закрываем по рыночной цене есть вдруг цена резко свалилась на 2 процента потому что мы с вами сюда передали по умолчанию 2 процента цена ниже на 2 процента на тифа и да то есть статус вводим режим торговли у нас какой с вами устанавливаем в лайф да так in five order что происходит на с вами заявкой это же это все логируем с помощью self-log вот вызовом вот этого метода то есть она у нас живая заканчиваясь да там частично выполнилось ну и так далее вот let's fight rate делаем уведомление что мы с вами там получили такой-то профит на нашей заявке ну все в принципе то есть самое интересное было здесь сюда когда мы с вами указываем код клиента и номер терминала чтобы нам с вами уйти в рынок да я вижу сообщение гурман написал как не через библиотеку асинхрон сделать чтобы текст проводился сам а букву за букву не совсем понял честно говоря напишите поподробнее что у вас задача что вы хотите там сделать и тогда сможем как бы посмотреть процессе для того чтобы мы с вами были в онлайне мы используем сами вот эти две вещи видите устанавливаем брокера и устанавливаем сет брокер до вызываем этот сет брокер именно с помощью вот этих моментов мы с вами как бы получаем прямой коннект к веку чтобы туда выставлять заявки видите мы сами указываем и код клиента и номер терминала вот это вы можете указать если скажем так зафоркните и будете использовать мою версию этой библиотеки backtrader quick дать я покажу еще раз ее так на вот 10 то есть в моей версии backtrader quick вот если перехожу на форк свой здесь как раз внесены внесено это изменение то есть ее просто форкайте себе клонируете в проект и у вас будет работать вот этот параметр клиент код терминал для тех у кого брокер скажем так делает не совсем корректно когда у него номер терминал отличается от кода клиента но может быть для них это корректно но для меня показалось не особо то есть форкайте от проекта используйте у себя вайсплат и backtrader quick окей так но принципе пробежались давайте вернемся вот в наш основной файл main life пай так кстати вот этот 02 лимит кенсов интересно есть у меня опубликовано уже дать еще раз проверю просто хочется нет здесь нет его нет его опубликовано он добавится сюда и здесь вы можете посмотреть этот измененный пример когда может финам подключиться либо к открытию вот для других брокеров все то же самое это я запущу чуть попозже изменения сегодня так отличным и теперь давайте вернемся к нашему файлу так с этим окей аккаунт тоже так гид add так но не вроде все добавлено мне на этот куш но сейчас еще раз добавлю чтобы уж наверняка так они уйдут сюда main life то есть это наша торговая скажем система она сейчас будет работать в оффлайне потому что здесь смотрите у нас есть коннект к веку но нету коннекта к смотрите вот сюда вот к брокеру то есть мы с вами не устанавливаем соединение с брокером видите вот этих двух моментов не хватает если их добавить то эта стратегистра станет уже живой мы это сделаем в прямом эфире когда будет уже торговый рабочий день вот так хорошо давайте вернемся сюда и посмотрим что мы с вами здесь сделали установили деньги комиссию текущую стоимость портфеля до выводим потом вводим конечную стоимость портфеля и добавляем данные и добавляют эту стратегию стратегии находится в отдельном файле видите стратегию берем вот отсюда из этого файла как ts trading strategy вот отсюда сама стратегия давайте посмотрим пробежимся здесь на сами классно ну понятно что модуль необходимо импортируем параметры name и symbols передаем сюда и у нас с вами также функция для вывода лога на экран функция next ну метод до для класса это метод метод next проверяем что мы с вами так проверяем проверяем вот они вот здесь вот что наш символ который мы указали относится к тому символ который мы сами анализируем потому что мы вот здесь в лаве можем передавать несколько торговых тикеров сбербанк втб например вот сбербанк втб так сейчас секундочку так сейчас я кое чем сделаю и поправим немножко так сейчас секунду что-то громко там громко там не прямой эфир а то мне показалось что как-то громко окей так смотрите добавляем стратегию вот она нам и вот сюда вот все вернулись теперь на своем простая проверочка стратегия цену закрытие мы с вами получили можем обращаться к ней по текущей цене закрытия по предыдущей ну и так далее если у нас с вами не открыта позиция мы смотрим что если два бара подряд наблюдается снижение то есть 1 2 3 мы с вами создаем ордер на покупку иначе да есть нас позиции есть мы с вами выжидаем 5 баров и закрываем вот с помощью sell нашу позицию сейчас будем с вами смотри как делать именно торговую стратегию вот с помощью талиб например когда можно использовать скользящий средний причем бак трейдере есть также эти индикаторы тоже сейчас это посмотрим метод вызывается когда у нас с вами произошло скажем так события до торговая а это нас с вами по ордерам когда мы сами запустили в работу скажем ордер на покупку и ордер на продажу так окей ну и над файды это да так давайте запустим наш main life vtb мы с вами берем данный возьмем давайте может быть до дневно дневные так нам запустить run main life так наш портфель так и что мы висим что мы висим а вижу у нас здесь запущено несколько давайте стопал такая фишка бывает потому что мы на с вами зависели на аккаунт и запустим main life заново правой кнопкой берем run main life вот 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 смотрите так ордер на бай был создан так и был создан на продажу да что у нас такие цифры мега цифры да 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 и у нас все сошлось это к нулю дать зим побольше период на год больше возьмем и запустим еще раз так 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 давайте посмотрим стратегия видимо изменение такое незначительное что он это не фиксирует здесь нужно взять как говорится поразбираться с масштабом цифр так с масштабом цифр тогда мы сделаем попроще мы возьмем просто сбер давайте возьмем сбер так а это так все добавим tbr запустим вот уже есть результат до отрицательный результат тоже результат так вот они ордера создавались которые у нас с вами были на это на на продажу вот на покупку рынок падающий до нас с первого числа сейчас он только начинает расти поэтому как говорится у нас с вами здесь вот такая торговая стратегия будет красиво приносить постоянно небольшой минус потому что здесь ну рынок сам падающий а наши торты не ни о чем вот но сейчас это поменяем возьмем скользящие среднем и возможно может быть даже можно взять минутный может график дайте поменяем на минутный для интересного для интереса до манец минутный какой будет результат на дневке мы сами получили результат вот такой то есть убыток теперь посмотрим на минутном конечно здесь будет очень много о еще больше результат да еще больше минус так хорошо окей ну давайте приступаем уже к торговой стратегии будем минутный график использовать так переключимся на документацию документация вот здесь вот так сейчас посмотрю ваш комментарии когда перейдете на java не знаю в принципе java для чего здесь нужно есть напишите мне как бы аргументированно то можно рассмотреть но смысла нет как говорится потому что производительность в этом отношении их примерно как бы одинаковая если затачивать и компилирует да под что-то ну как бы да но здесь можно скомпилировать вы же видели есть пример когда можно скомпилировать код на python в экзешник и тогда вы тоже скорость получим получите уже другую до denis пишет доброе утро доброе утро так ей сейчас да вот это все вам хотел показать и сейчас поэтому пробежимся есть библиотека классно талиб наверно многие из вас принес слышали эта библиотека позволяет как говорится создавать индикаторы до использовать индикаторы вот с помощью этой библиотеки легко получить скользящие средние получить всевозможные тут более 200 индикаторов написано 150 плюс 150 плюс но если зайти на их скажем так официальный сайт то уже 200 индикаторов такие как adx не маката макди да там россия истах асик больше банс и так далее то есть тут очень много и здесь смотрите open source api есть как раз для python c плюс плюс нет ну и так далее вот все индикаторы смотрите их можно листать вот писать их как говорится уже не нужно они все есть можно их использовать для свечей и синдикаторы видите то есть все это можно очень классно использовать до 3 черных ворона круто но это сейчас посмотрим как использовать вот может быть на эту тему может запилить даже отдельный будет видос да потому что здесь очень много информации все это просто так как говорится не за один раз не просмотришь да тут есть нюансы вот сейчас вы увидите есть примеры как использовать ну как всегда все довольно просто да нам пай талип вам всего лишь нужно например цену закрытие вы формируете случайным образом и получаете выход ваш массив с этими ценами для простой скользящий средний то есть просто от этого массива вы сразу используя методы сама от библиотеки талип получаете сразу нужный массив для того чтобы его уже обрабатывать в вашем пойдем вот больше больше bands да можно посчитать сразу а пар мидом и лавард а то есть сразу три параметра передаете цену закрытия тип на посадить до что это означает и вы получаете расчет сразу для 3 вот этих кривых до которых отображаются на графике моменту можно посчитать по цене закрытия с таким-то периодом до расчета то есть получается все довольно просто очень много примеров но это будем смотреть уже чуть по-другому для того чтобы вы увидели что на самом деле это очень просто использовать да гурман пишет что мое сообщение удалили не доходило видимо она не пришло пришлите еще раз стран почему не видите сколько много всевозможных да но с вами тут индикаторов просто просто супер так хорошо вернем сюда бак трейдер есть очень классный пример довольно простой этот пример показывает что можно легко использовать эти индикаторы прям сразу стратегия давайте его разберем сразу посмотрим код то есть можно отобразить 200 взящих средних видите и сразу отобразить нашу торговлю в покупку мы сами уходим или в продажу ведь сразу показать это что для этого необходимо для этого необходимо создать квас например нашей стратегии на торговлю вот мы его также передаем сюда добавляем как стратегия и смотрите так здесь ехал файл подгружаются данные microsoft индикатор но мы с вами загрузим наши данные передаем два параметра для быстрой скользящей средней и для медленной скользящей средней на основании этих параметров формируем сами скользящие средние вот они обращаемся к бак трейдер к индикаторам и метод sma видите бак трейдер вт индикаторы и сама с таким-то периодом fast и slow и смотрим пересечения индикатор есть пересечения cross over то есть когда у нас одна скользящей средней пересекается другой скользящей средней и на следующем баре мы с вами проверяем что есть мы сами не в позициях да то есть не в рынке и если пересечении больше нуля то есть быстрое пересекает медленную мы сами покупаем то есть вот медленно идет вот так вот да то есть на медленно а быстрее снизу пересекает то есть вот медленная так а быстрее раз вот так пересекает то есть плюсик в плюс то мы сами покупаем вот и наоборот иначе если мы сами в позиции то есть когда мы купили То мы закрываем, видите, в тот момент, когда это пересечение станет в обратную сторону идти То есть мы с вами пересекли и как там где-то поболтались наверху, пересекаем назад И в этот момент, если мы с вами в позиции, мы закрываем наш long, то есть нашу длинную позицию То есть вот этот кусочек кода давайте применим к нашим, скажем так, ценам, которые закачиваем с помощью квика Да, стримы я сохраняю, можно их будет посмотреть Вот, ну и конечно это, не забывайте подписаться на телеграм-канал Ссылочку сейчас я дам на него, пришлю, потому что, как говорится, дело такое YouTube сегодня есть, завтра неизвестно, что будет Подписывайтесь, как говорится, поддерживайте Вот, будем больше таких классных вещей разбирать А еще лучше всего будем запускать их в работу в реальном рынке, чтобы уже что-то было, скажем так, более интересное Чтобы деньги уже какие-то шли интересные Так, ну что, давайте перенесем постепенно вот эту часть стратегии Но перед этим, перед этим мне рекомендовали, скажем так, сделать еще одну интересную вещь Может быть мы с нее оттолкнемся, сейчас давайте посмотрим на код Смотрите, у нас сейчас на минутном графике на Сбербанке отрицательный баланс, да, то есть как бы, ну как не отрицательный А мы получили убыток, там, 120, там, с копейками, условных единиц, рублей Теперь, теперь, необходимо сделать в стратегии небольшое изменение Посоветовали мне некоторые трейдеры сделать покупку тогда, когда у нас с вами цена снижается три раза А потом через пять баров выкупать назад Ну так вот, типа три вниз, пять баров потом на закрытие цены Давайте так и сделаем Посмотрим, что получится у нас с вами в этом случае Понятно, что мы здесь с вами взяли цену закрытие вот так То есть мы с вами это условие еще раз дублируем и получим подряд три бара снижения от какой-то цены А потом уже переключимся на эти индикаторы и добавим сюда скользящие средние Так, стратеги, давайте ее продублируем, сделаем стратеги 2 То есть этот файл скопируем и вставим Назовем стратеги 2 Окей Этот закроем и будем его уже импортировать именно стратегию 2 как ASTS То есть теперь вторая стратегия будет у нас с вами активная Вот из этого файла И здесь мы с вами поменяем Как сказал нам трейдер Добавим еще одно слой Вот это Это сдвинем правее Ну просто интересно Там есть некоторые соотношения То есть теперь у нас с вами три подряд бара Наблюдают снижение Первый, второй, третий То есть они тын-дын-дын вот так вот снизились Три раза То есть по отношению к самому-самому верхнему Снизились один раз Второй раз И третий раз И потом только покупаем На пятый бар После того, когда мы с вами уже вошли в рынок Ну просто интересно посмотреть Давайте попробуем Так, вот этот Вот так сдвинем комментарий Проверяем Первое снижение Второе, да И третье получилось Ну отлично Так, перезапустим наш код И он уже считает нас с вами Именно Вот это условие Смотрите Убыток стал меньше То есть было Сто с чем-то, да У нас с вами Долларов Убыток Рублей, да Сейчас у нас все в рублях уже будет Доллар как бы Непонятно Вот, все в рублях В условных единицах То есть мы с вами получили Намного меньше убыток Давайте посмотрим Что будет если мы с вами На дневке Это запустим Так На дневке Это вот здесь вот Days Days, days, days Так, вот Days Ну просто интересно Так Ну на дневке пока еще есть Так Возьмем больше период Для интереса Так Смотрим Меньше убыток Ну понятно Ну ладно Но в любом случае Убыток меньше стал, да Окей Вернем назад И на минутный график Minus Минутный график На с вами даст Вот такое дело Окей Хорошо Теперь давайте Поменяем эту стратегию На третью Этот файлик Также я добавлю На публикацию Посмотрите его Кому интересно Ctrl-C Ctrl-V И третья Будем уже Использовать С вами Индикаторы Ну будет интересно Я думаю Так И смотрим Вот сюда Стратегия 3 Будет у нас С вами Используется Уже Вот из этого Файла Что пишем Пишем небольшую Стратегию Для торговли На рынке акций Использую Python Так Привет Без квик Получится Не получится Сделать Получится Можно Прямо Через IP Обращаться К бирже Вот Через брокером Так С какой библиотекой Работаем Ну вот Бэктрейдер Да Видите Бэктрейдер Квик И Квик Пай Также Талиб Будет еще Библиотечка Использоваться Так Ваши Видочки Мне помогали В учебе Отлично Меня это Очень радует Так 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 Научился Вводить Слова В консоль Как думаете Пора подавать Заявку На сеньор Пора подавать Да Прикольно Так Ну что Давайте Приступим К этой Интересной Фишке Это Стратегия Теперь У нас С вами Будет Использовать Другой Подход Мы С вами Будем Входить В рынок Не Когда Три Бара Подряд Падают А когда У нас С вами Например Будут Использоваться Пересечения Скользящих Средних Так же Как Вот В этом Примере Так Ну что Круто Также Параметры Можем Определить Прямо В классе Стратегии Так и Сделаем Здесь Есть Уже Готовая Стратегия Весь Класс Можно Скопировать А можно Потихоньку Менять Нашу Стратегию Давайте Будем Потихоньку Менять Нашу Потому что Скопировать Ставить Конечно Тупо Ну то есть Для обучения Очень здорово И быстро Вот Но мы Постепенно Поменяем То есть Сначала Мы С вами Сделаем Параметры Для нашего Класса Есть Они там Еще Не сделаны Сейчас Посмотрим Просто я Уже Не помню Сейчас Увидим Параметры Есть Вот То есть Мы сюда Это Добавим Так Я просто Вставлю И вот Это Вырежу Отсюда А зачем Нам На МСимулс Дикс А Ну понятно То есть Здесь У нас Как Вот Видите Дикт Использовался Control X Ну хорошо Мы с вами Вот так Вот сделаем Просто Тогда Перепишем Вот так Вот Control X Сем По-нормальному Так Это Уберем Так Искобочки А Но он Он Использовал Так Надо Может Тоже Дикт Сделать Интересно Так Я еще Не пробовал Посмотрим Давайте Так Сделаем Просто Возьм Дикт Посмотрим И что Прокатить Нет Так Интересно Так А я Я понял Чтобы Одна Буква Появлялась А потом Через Несколько Секунд Другая Для чего Торговый Бот Для того Чтобы Как говорится Зарабатывать Вот То есть Зарабатывать На Акциях Просто Нужно Совмещать Как Мне кажется Хобби Программирование Ну и Заработок Ну как бы Такой Плюс Идет То есть Вроде Сейчас Я изучаю Эту фишку И думаю Почему бы и нет Ну то есть Можно подобрать Хорошую стратегию Запускать Ее в рынок И Как говорится На этом Зарабатывать Это не призыв К действию То есть Каждый сам Решает для себя Потому что В рынке Главное правило Класть на счет Только те деньги Которые не жалко Потерять Вот вам Не жалко Пять тысяч Потерять Вот смотрите Вот положил сюда Ну конечно Жалко Но Вы не должны Стоять банкротом Из-за этого То есть Если вдруг Они исчезнут То есть Тут самое главное Правило Что На акциях Должно лежать Столько денег Сколько вам Не жалко То есть Рисковать нельзя Ни в коем случае Вот Ну и соответственно Я как бы Это Создаю Торгового робота Делюсь как бы Знаниями Понятно Что мой алгоритм Будет совершенно Отличаться от того Который я здесь Публикую Потому что То что уже Делаешь Как бы На живую Свою стратегию Ее нельзя Публиковать Иначе она работать Не будет А здесь просто Скажем так Те шаги Которые необходимы Для того чтобы Создать робота Для того чтобы Вы поменяли Просто вот Небольшой кусочек Кода Вот здесь Вот смотрите И у вас будет Своя собственная Стратегия Абсолютно другая И возможно Она будет рабочей Да Вот этот кусочек Кода А возможно Будет не рабочий Это можно Будет легко Проверить Когда вы Запускаете Код И видите Результат Да Вижу комментарии Вы будете Продолжать Снимать Видеоролики Для Ютуба С одной стороны Если бросите На время То у вас Будет больше Времени А с другой Стороны Не будет Актива Не Бросать Наверное Не буду Вот Буду продолжать Все таки Мне это интересно И как говорится Сам обучаюсь Да Тоже Вместе с вами И соответственно Как говорится Просто прикольно Мне нравится Вот Единственное Если заочет Конечно Можно будет Публиковать Если будет Допустимо Законом Да Там публиковать По VPN Можно будет Кидать туда Ролики Так для истории А так В основном Конечно Придется пользоваться Дзеном Да Вот Рутубом И конечно Это На тех площадках Публиковать Вот А с ютубом Будет уже Видно потом Потому что Ютуб сейчас Практически Приносит Под нолик Ну так Чисто для интереса Даже не для интереса На кофе На кофе Чай Не знаю Так Хорошо Давайте Проверим Что у нас С вами Ничего не сломалось Да Ничего не сломалось И продолжим Переносить Наш код Сюда Стратегию 3 Стратегию 3 Вот в этот Кусочек Кода Так Смотрим На моменте Init Смотрите Происходит Расчет У нас с вами Скользящих Средних Простых Simple Moving Average В моменте Инициализации Нам это не подойдет Почему? Потому что у нас с вами Данные Каждый раз Будут в режиме Реального времени Дорассчитываться Да То есть Смотрите Вот здесь У нас есть Такой хитрый Параметр Сейчас я вам Покажу Вот здесь LiveBars False Если мы с вами True Ставим То наш Бот Зависает Вот на этом Бесконечном Цикле В методе Run Церебра Точка Run Почему? Потому что он Начинает ждать Следующий Бар И не выходит Из нашей Системы То есть Смотрите Ставим True И теперь При запуске У нас с вами Скажем так Бот Будет висеть Дальше И висеть Ждать Следующего Бара От квика Поэтому Если в моменте Инициализации Мы с вами Сразу Пробежимся По всем данным Это будет Не совсем то Нам нужно Каждый раз Дорассчитывать Наши Скользящие Среди На каждом Следующем Баре Тогда это Будет Настоящий Тест Стратегия И вывод Не кипит У меня ПК Остольких Вкладок Давайте Проверим Таск Менеджер Перформанс Ну в принципе Смотрите Не кипит Как то это Нормально Памяти маловато Надо Добавить Немножко Вот А так По дискам Видите Все нормально То есть Как бы Это Ноль Загрузки Вот То есть Вообще Не нагружен Сеть Сейчас Немножко Нагружается Потому что Я на два Это Канала Бросаю Сразу Видос И на Яндекс Дзен И сразу На ютуб Ну здесь Можно подключить Еще один Провайдер И распараллелить Скорость В принципе А так В принципе Не кипит Смотрите Нормально Вроде Как Живет Да Да Можно Выводить Объем По Покупкам Конечно Можно связать Кластерные данные Это будем Тоже делать Но Чуть Попозже Вот Сейчас Самое главное Учиться правильно Алгоритмы Запиливать Сюда Да Толка От скользящих Средних Немного Согласен Но идея основная Чтобы научиться Это Использовать То есть Я сейчас Как бы Тоже первый раз Это делаю То есть Я смотрю на код И его применяю Для того Чтобы потом уже Менять под себя Так как мне нужно Да Бот будет на сервере Конечно Вот Потому что Смысла его запускать На локальном компьютере Нету Вот Только на сервере Так Дайте я проверю Трансляцию Да Вижу Есть трансляция Чтобы ничего не отваливалось Как говорится Так Вышли еще раз Если кто новый подключился Подписывайтесь на телеграм Последние актуальные данные Буду выкладывать И так далее Так Ну что Давайте уже Следующий кусочек кода Уж хочется сдвинуть То есть Мы с вами Просчитаем Вот эти три индикатора И пересечения Видите Пересечения Тоже индикатор Причем Это все берет Сейчас из Бэктрейдера Прямо сразу Напрямую Видите Из БТ Мы будем Это пересчитывать Внутри нашего кода Просто на каждом баре То есть Вживую Пересчитывать будем Вот здесь На каждом баре Кроссовер Почему Селф Кроссовер Давайте проверим Селф Кроссовер Потому что Видимо Мы сохраняем туда Эту переменную И ее Смотрим И эта переменная Одна Для каждого Тикета Давайте проверим Просто у нас С вами Здесь в алгоритме Возможно Использовать Несколько Тикетов Смотрите Вот здесь Можно через биту Их указать Поэтому Нужно Такие перемены Сохранять Например В словаре С индексом Название Тикета Но это сделаем Попозже Кому интересно Будет Сразу использовать Скажем так Эту стратегию На портфеле На портфеле Инструментов Сразу На портфеле Котировок Акций А мы пока Сделаем по простому Учтите Этот момент Что сейчас Только для одного Тикета Если для многих Тикетов Нужно Сохранять Эту переменную С названием С названием Точнее С ключом По Названию Акции Вопрос не по теме Можно ли Распределить С помощью Python Нагрузку Сети На два Провайдера Можно Дело в том Что вы можете Я так делал Но делал Не с помощью Python Я делал С помощью С помощью Это Другого языка Программирования Пауэршелл Пауэршелл Я использовал Для этого Пауэршелл Когда мог Переключать Канал Трафика С одного На другой Но на самом деле Вы можете Сделать так Чтобы Именно Эта Программа Запускаемая Запускаемая Использовала Только такой Сетевой интерфейс Для этого Вам придется Шлюз По умолчанию Уже не использовать А прописывать Его Внутри Программы Тогда Один поток Данных Пойдет Через Один Интерфейс Второй Поток Данных Пойдет Через Другой Интерфейс И вы Сможете Использовать Два Интернет Провайдера Для Разных Целей Вот Можно Проэкспериментировать Но для этого Нужно Потратиться Скажем так Денег На еще Одного Провайдера Плюс Добавить Сетевуху Вот То есть Это Как Как говорится Такой Небольшой Донатик И можно Это В прямом Эфире Будет Сделать Вот У меня Есть Одна Сетевуха Но она Задействована На сервере Там Две Сетевухи Стоят Сюда Нужно В комп Воткнуть Еще Одну И тогда Можно Будет Протестить И реально С двух Провайдеров Выйти В интернет И Распараллелить Нагрузку Используя Разные Гейтвей Помолчание Шлюзы Для этого Про базу данных Сейчас отвечу Чуть попозже Сейчас Кроссовер Посмотрим И отвечу Про базу данных Так Кроссовер Ну понятно Он просто Обращается К ней Но нам Это не нужно Потому что Каждый раз Перерассчитывается И поэтому Сохранять Это текущее Значение Нам не нужно Мы просто Будем смотреть Текущее состояние Больше нуля Или меньше нуля И уже Будем От этого Отталкиваться Так Хорошо Вернемся в код То есть Здесь Селф Убираем То есть Нам это Значение Сохранять Не нужно Для каждой Акции Потому что Это у нас С вами Сразу Рассчитывается Вот в этом Моменте Конечно Вы понимаете Что Нагрузка Возрастает Да На проц Потому что Каждый раз Он перерассчитывает Вот эти все Скользящие Средние По всем Баром Вот Но Что поделаешь Можно Это конечно Сделать Не такой Большой Нагрузкой Но По правильному Видите На период Назад Можно Перерассчитывать И другие данные Брать И скажем так Если это нам Нужно Просто Из Массива Который Будем Хранить Но В данном случае Пока что Проще Делать Вот так Так Теперь Давайте Запустим Проверим Что у нас С вами Все работает Причем Смотрите Live Да Статус Live То есть Мы ждем Следующего Бара Но Он не приходит Потому что Сейчас Нет торгового Дня То есть Торговый День Как бы Закончен Вчера Сегодня Выходные Стоп И Вернем Вне Live Режим Для того Чтобы С вами Это Заканчивалось И Перезапустим Проверим Что нет Ошибок Так И Что у нас Тут С вами Где Ошибка Возникла В строке 53 Да Потому что Мы С вами Скорее Сего Вот Эти Параметры Неправильно Считали Вот Неправильно Считали Здесь Можно Остановиться И посмотреть На Self P Давайте Так И Сделаем Так Это Что А Еще Раз А Ну Здесь Мы Уже Вызвали Ошибку Так Давайте Еще раз Здесь Становимся Print Self P Exit Сделаем 1 Так Ух Ну Понятно Это У нас С вами Объект Так Давайте Здесь Становимся И посмотрим На этот Объект Self P Ну Ладно Делаем Попроще Тогда Не будем Как Говорится Экспериент Ставить Это Можно Разобраться Но Неохота Время Тратить На это Делаем Мы Обращаемся К нашим Параметрам Вот Таким Образом P Name Да P Name Вот Так Обратились Видите P Name И вот P Symbol Вот P Symbols P Symbols Вот так Обращаемся И получаем Это Значение Поэтому Так же Сделаем Есть Кому Интересно Можете Разобраться Сами Как Это Сделать Я Попозже Посмотрю Так Упс Не тот Язык Ну Вообще Тут Можно Это Как Сказать Поставить Цифры Давайте Проверим Проверим Да Видите Все Рассчитывается То есть У нас Здесь Нет Ошибок Здорово Сейчас Дойдет До Конца Видите Кстати Уже Медленнее То есть Бежит Потому Что Вот Здесь Происходит Расчет Индикатора Но Когда Вы Висите В онлайн Как Говорится И Ждете Следующего Бара То В принципе Это в пределах Разумного Просто На каждом Следующем Баре Индикатор И так Должен Перечислять Свои Значения Так Хорошо Смотрим Следующий Кусочек Смотрим Если Не в Позиции Видите У нас Простое Как Условие И Если Пересечение Происходит То Мы Покупаем И Продаем Когда Обратно Пересечение Происходит То Есть У нас Алгоритм Очень Простой Дайте Скопируем Так Вот Он Дошел Это Минутный Просто График Видите Вот Он Дошел Почти До Конца Но Мы Его Прервем Опа И Вот Сюда Вместо Вот Этого Видите Да Вот Этой Все Части Мы Ставим Наш Код Тут Такая Проверка Если Не В Позиция Видите If not In self Position Иначе Мы продаем Оставляем Сюда То же самое Да Проверяем Что мы В рынке Да Если мы не В рынке И Пересечения Вот Так Self Тут Нет Да Больше Нуля То Мы Сами Покупаем Иначе Да И когда С вами Меньше Нуля Мы С вами Продаем Ну Да Прямо Стало Интересно Запустить Эту Тему И Посмотреть Что У нас С вами Получится Давайте Запустим А я пока Посмотрю Комментарии Так Ага Так 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 И что У нас Crossover Ага Bull Should Return Line Of An Operation То есть Он Возвращает Давайте Выйдем На экран Crossover А там Будем Видеть Что Мы С вами Получили Print Crossover И Выйдем Да Упс Ну Что Это Так Войн Это У нас Объект Прикиньте Это Объект Так Секунду Это Объект Это У нас С вами Объект А почему Он так Вот Происходит Так Объект Crossover Игорь пишет в комментариях Если Написал На Пайтоне По Бота Для Игры Диабло Чтобы Он Лечил Наемника Могу Я Считать Пограммистом Или Я Уже Хакермен Ну Наверное Ближе К Хакермену Так По 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 Базе Данных Просто Используйте Тот же Код Только Указывайте Новый Объект Создаете И Обращаетесь К Другой Базе Данных Но В любом Случа Для того Чтобы Сохранить В базу Данных Что-то Вам Это Нужно Сохранить В Таблицу Поэтому Для Второй Баз Данных Придется Указать Таблицу Куда Вы Сохраняете Так И Что Здесь Получается Очень Интересно Слушайте А может Тут На самом Деле Все Проще Тут Наверное Все Проще Вот Это Все Таки В Нити Надо Было Создать Потому Что Сюда Мы С вами Передаем Просто Период Период Да Это Моя Ошибка Ладно Сейчас Справим Секунду Косячок Косячок Ну Ладно Не Вопрос Тогда Это Будет Self Но Тогда Возникает Вопрос Для Каких Данных Он Будет Рассчитываться То Есть Для Каких Данных Он Будет Рассчитываться Давайте Проверим Сначала Просто Передаем Одни Данные То Есть Это У нас С вами Индикатор И Просто Обращаясь Так Получаем Последний Информацию По Последнему Бару Вот Это Наверное Будет Правильно Давайте Посмотрим Выйдем На Экран Так Но Все Объект Все Объект Но Если Вот Так Сделаем Так Сейчас Посмотрим Еще один Пример Посмотрим Значение Уже Положительное Мы Мы В плюс В плюс Вышли На Этой Стратеге На Минутке На Минутке Вышли В плюс То Есть И Это Все Отработало Но Теперь Нужно Понять Кроссовер Каким Данным Он Относится Потому Что Я Сюда Могу Подавать Несколько Данных Ладно С этим Разберем Сейчас Кроссовер Давайте посмотрим Дневной График И сейчас Разберемся Вот Это Конечно Сразу Так Возникает Вопрос Так На Дневном Что Он Нам Выдаст С вами Потому Что На Минутном Мы С вами Получили Прибыль В 5 Сонных Единиц О На Дневном Получили Уже Извините Минус Да Но Это Потому Что У нас С вами Падающий Рынок Давайте Возьем Больше Период Не Знаю Там С 20 Года Для Интереса Просто Тоже Минус Не Знаю Там 2015 О Уже Плюс Прикольно Так Ванна Второго И Минутный Давайте Возьмем Так Пятиминутный Да Вот так Вроде Будет Пятиминутный График Да Минус 5 Пятиминутный Не подошел Минутный Как бы В прибыли Был 15 Минутный Тоже Тоже Убыток Так 30 Минутный Тоже Так 60 Минутный Часовик Да О Часовик Смотрите 29 Солнцев Единиц Плюс 2 Часовик Такой График Возьмем Ну Поменьше 4 Часовик Не подошло То есть Часовик Подошел Да Прикольно Ну ладно Часовик Пускай будет Все таки Быстрее Пробегает Единственное Что Осталось Разобраться С этим Как Обратиться К данным Именно Вот этой Data Потому что Нас С вами Несколько Тикеров Могут Сюда Передаваться Несколько Тикеров Так Мы Сейчас Посмотрим Так Пример Посмотрим О Я Уж Думал Интернет Просел Тогда Получается Так Я вижу Комментарии Через Select Выбираю Таблицу И значение Подключать К базе Два Данных Два Сдаю Таблицу Да И через И через Интернет Записываю Данные Совершенно Верно Так и Делаете С одной Базой Данных С одной Таблицы Берете В другой В другую Базу Подключаетесь И Интернет Вставляете В другую Таблицу Так Это прям Мощная тема Смотрите Да Очень Классно Вот Вот Смотрите Simple Moving Average Мы можем Обращаться К Определенному Закрытию Вот так Вот Смотрите И Посчитать И Посчитать Вот Это Различие То Есть Вот Так Скорее Сего Надо Было Делать Вот Так Вот Мы Simple Moving Average Получим К Цене Закрытия У Нас Как Раз Цена Закрытия Здесь Определена Вот Она Цена Закрытия Видите То Есть Simple Moving Average Обратимся К Вот Этой Части Это У нас Цена Закрытия Self Data Quals Либо Можем Взять Просто Data Quals Так Ну Ка Вот Здесь Стратегии Что У Нас С Вами Было А Вот Вот Так Мы Обращаемся К Предыдущим Данам Ок Это Первая Сама Будет Только Сюда Можно Указать Параметры Да Так Смотрим Can't find reference так хорошо сейчас посмотрим еще раз вот таким коз ово и самарите вот таким образом можно посчитать когда цена закрытия больше чем self sma 0 то есть sma у нас с вами также последний элемент будет 0 и вот опять пример так 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 пример да это весело очень-очень а это чтобы разрабатывать их делать свой собственный индикатор и можно 100 лип использовать индикатор 100 лип это пример бак трейдер индикатора а это 100 лип а вот периода можно указать период равняется вот эту часть self-date да так давайте посмотрим вот код еще раз период только указать период пфаст сама давайте фаст и назовем а это спорта слал то есть медленно и быстро да так это медленно а это быстро так теперь мы обращаемся конкретно к этим данным для одного тикета так им а с помощью талиб можно вот так вот видите сделать ее даже импортировать не нужно просто талип и стахастик например ну хорошо это отдельно можно почитать и вывести на экран ну ладно сейчас посмотрим так еще раз ее сучь кроссовер то есть тут уже не индикатор используется просто цена закрытия например больше чем с ма а а в данном случае у нас есть с вами две сама быстро и медленно поэтому можем купить тогда когда она пересекла дать попробуем так и сделать да конечно здесь всегда напрягаешься каждый раз и попробуем это сделать то есть вот этот код давайте мы закомментируем и сделаем новый и и будем сравнивать кроссовер таким образом то есть если fast сама fast вдруг станет больше чем и сама слов то мы покупаем и наоборот да если масса сма fast станет меньше чем и сама слов то продаем так надеюсь не ошибся но проверим сейчас нам и и и и и и проверим то сейчас мы используем только вот эти вот вещи но здесь смотрите can't find reference неужели будет ошибка да то есть почему да backtrader не имеет атрибута simple moment average а потому что здесь нужно было еще указать видите да simple bt-int а bt-int у нас ну это где-то лип так сейчас секундочку дикатерс вот так вот а символ муэн эвэрич вот так вот сейчас попробуем так ну и что и и и и и и и и ну хорошо бы ты . int давайте сделаем потому что так инда инда да да бушу три чумбу а он возвращает не то но вот так вот всегда приходится разбираться прежде чем прежде чем это заработает не шестьдесят четырех так и осталось индекс out of range да так а здесь как сравнение происходит с помощью кроссовер понятно но не так как хотелось бы такой bt-int у нас чего такая тема есть bt-int откуда bt-int давайте возьмем bt-int но он же не запортирован вот такие вот не до конца пример это конечно это да 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 вот я это и хочу вам показывать что именно вот так вот и происходит скажем когда возникает проблема bt-int неизвестно да вот вопрос откуда они это взяли откуда взяли bt-int что за ерунда сейчас я это переключусь на бектрейдер секунду а вон нашел откуда смотрите смотрите индикатор как bt-int надо импортировать давайте попробуем но там simple moving average есть sma видите то есть тут как то опять опять косячок ну попробуем ну попробуем bt-int и здесь bt-int но в любом случае наверное опять будет эта ошибка потому что у нас с вами здесь нужно получать другие цифры ну сейчас посмотрим да 65 то есть здесь у нас нужно от этой части получить так volume слоу фаста смотрите все один в один кроссовер и вот именно by signal да именно через кроссовер получает они слоу фаста опять тот же сам пример ну здесь короче надо будет разобраться и вот это уже by sick вставляется сюда больше нуля если меньше нуля и сейчас как бы будет без вопросов нет с вопросами интересно где на какой на 66 очень интересно так should return bool return line of operation ну ладно я думаю что это нужно как говорится посмотреть отдельно будет вот потому что прямо сейчас нужно разобраться что же он возвращает то есть посмотреть этот метод этот метод увидеть вот он btint импорт идет здесь просто тупо импорт 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 индикатор и вот их целая куча из EMA import simple moving average вот он data и период вот мы moving average да эвэч next once круто тут конечно нужно будет поискать ответы ну хорошо поставим себе этот remark да что с этим надо разобраться будет как это сделать для отдельной акции то есть для одной акции когда у вас один портфель все вот так работает то есть вы видите вы создали у вас только один набор данных запустили и все отработает как бы окей а если у вас много акций видите мы в плюсе да здесь то здесь нужно для каждой расчет проводить как проводить этот расчет нужно разобраться вот и уже потом от этого как говорится отталкиваться ну в любом случае вы получили сегодня хороший плюс в плане решения вот этой проблемы которого здесь наблюдалось где она вот она то есть библиотечку вот эту ищем можно будет исправить когда вы теперь можете использовать брокеров которых различаются номера терминалов от кодов клиентов да у которых отличается можно сделать эти изменения в этой библиотеке backtrader quick либо скачать от меня сфоркнутую версию и все у вас запустится и будут создаваться заявки вот для скажем портфеля акций когда мы пытаемся посчитать вот эти simple moving average нужно разобраться потому что то есть кто курит питон нет не питон нужно нужно будет разобраться не хватает данных да в поиске поискать посмотреть чужие примеры откуда ноги растут да то есть почему зачем мы это используем то есть и как получить именно числовое значение посмотреть и после этого конечно уже сможем применить портфель акций но портфель акций я думаю многие захотят применить потому что нужно анализировать сразу несколько параметров в нескольких акциях то есть пробегаться по пу ваших избранных любимых акций чтобы можно было как двигаться да ну в принципе вот так вот получается хорошо спасибо за прямой эфир подключайтесь еще на следующие прямые эфиры не забывайте подписываться на канал на дзен на телеграм потому что все как говорится у нас с вами меняется в мире ситуация меняется вот ссылочки я вам даю переходите подписывайтесь делитесь с друзьями кидайте ваши идеи вот в комментариях там пишите и будем ставить что-то еще новое интересное всем спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч пока